Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Яйц. Здрав, будь Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. И сегодня мы продолжаем отвечать на вопросы, коих много-много накопилось, а мы все сидели и баклуши били и не отвечали. Вот теперь мы взялись за них, за эти самые вопросы и реплики и будем с напором, с ответственностью на них отвечать. Пожалуйста, Михаил, приступай. Да, теперь мы в свободное от безделья время будем как раз этим постоянно или примерно постоянно заниматься. Тут надо понять, во-первых, где люди их задавали, а во-вторых, чтобы это не просто где их задавали, а чтобы вы аналогичным образом могли тоже сами их задавать, если решите, что вам это нужно. А задавать их нужно на наших официальных сайтах. У нас есть официальный сайт Народного Славянского Радио slavradio.org и есть у нас официальная страница в YouTube, youtube.com.slavradio. И там вот под роликами вы можете оставлять свои комментарии, отзывы, предложения, и мы на них будем стараться по возможности отвечать. Итак, сейчас мы будем разбирать вопросы и реплики, которые были написаны под нашей беседой с названием «Как управлять своей жизнью? Практическое занятие». Алексей Романов написал такой нам вопрос. А что делать, если на определенном сорокадневном этапе, к примеру, один или два дня не смог придерживаться программы? Начинать заново. Начинать заново? Тут на самом деле я маленькое отступление сделаю. Все-таки советую тем, кто это не смотрел, обязательно посмотреть эту программу, потому что там очень важные практические советы, которые помогут вам самостоятельно, без всяких гадалок, экстрасенсов, помощи других людей, значительно улучшить свою жизнь по многим-многим параметрам и сделать ее намного более счастливой и радостной. Но для этого, чтобы нам повторно все не рассказывать, я советую вам обратиться к этому ролику и посмотреть его самим. Ну а теперь, Алексей, мнение желательно твое, потому что все-таки методику эту предложил ты. Хитренький ты какой. Давай не будем нарушать традицию, уже сложившуюся в ответах этой серии. Давай сначала ты все-таки свое видение и представление выскажешь, а вот дальше уже я попытаюсь развить свое. Хитренький ты какой, еще хитрее меня. Ну ладно, буду пытаться развивать. Получается, смысл этой методики был в чем? В том, что ты плавно, постепенно, внутри себя изменяешь определенные параметры, определенные качества, определенные отношения к тем или иным ситуациям. Одни качества и определенные отношения убираешь и заменяешь другими качествами и другим отношениям. Соответственно, вот здесь в вопросе описывается, что, ну допустим, то есть получается ты, там, два дня по каким-то или три дня по каким-то причинам это не делал. И сейчас я попробую делать по принципу подобия, пойти, чтобы порассуждать. Потому что тонкие материи для меня, они часто только опосредованы через людей, которые видящие, или через подзатыльники в этой жизни я их воспринимаю. Поэтому рассуждаю, так сказать, на другом примере. То есть представим, вы занимаетесь спортом, да, и ходите в спортзал, например. И вот вам надо, там, с определенным интервалом туда ходить и те или иные, там, упражнения делать. И вы, например, заболели и, там, или по каким-то причинам три дня туда не ходили. Ну что это означает, да? Ну по сути, да, какой-то вы добьетесь меньше получается, чем если бы вы ходили, да? Но это не означает, что полностью результат нулевой после этого. И надо, собственно, все выкидывать и как считать, что жизнь не удалась. Мое мнение, что просто необходимо будет, отслеживая в дальнейшем свои вот эти поступки, свое поведение, свои мысли, они в определенный момент, вот эти непроработки, когда вы маленько себя отпустили, они всплывут. И в другой момент просто нужно будет их отработать, проконтролировать, заменить на те, которые нужно. И постепенно, плавно это все придет к тому, что вам надо, к большей осознанности. Ну это мое видение этой ситуации. Понятно. Теперь, как я понимаю, ты хочешь слышать мое. Конечно. Дело вот в чем. Существует так называемый школьный процесс обучения по программе, а существует еще самообучение, самосовершенствование. Чем это отличается? Школьная программа подразумевает определенность действий. И если какое-то действие выпадает, то в этом случае происходит торможение всего процесса. Если это частное обучение, один человек обучается, то в этом случае, вот как ты сказал, заболел он и в спортивный зал не пошел, какие-то упражнения не освоил, или не пришел в школу, или к нему учитель не пришел. Вот три дня он балду гонял, лежал в постели и любовался на градусник. Если это частное, то тогда, ну да, тормознулся на три дня, потом получше стал, градусник ему больше не нужен, и у него появились другие интересы в виде учителя. И учитель с того же места, где он остановился, продолжает. А вот если это классный подход, где в классе сидит там 15, 20, 30 человек, естественно, никто не остановится и никто не скажет, давайте вот мы повторим программу за три дня, потому что вот этот мальчик или вот эта девочка не смогли прийти, и теперь вот такая вот беда. Ну что будет? Ребята скажут, да зачем нам это надо, мы это все уже прошли, зачем нам это тормозится. Да и учитель тоже скажет, три дня потеряны, сначала этому три дня, потом другому три дня, тому неделя. В конечном итоге, что мы все вместе выучим к концу года. Так вот, когда мы разговаривали, как управлять своей жизнью и давали там практическое занятие, то мы ориентировались на частный подход. И там не было как таковой программы действий, пошаговости, как это в строительстве дома или в обучении, например, там, как правильно летать на самолете. Там рассказывались сами принципы, три уровня, три этапа, которые необходимо соблюсти. И примерная установка, 40 дней. Я также, как и ты, не хочу пересказывать все, рекомендую посмотреть весь этот ролик, он не такой длинный и, думаю, он будет очень полезен, там примеры даются и рассказывать все очень подробно. Так вот, если вы остановились где-то на чем-то, то в этом случае тогда, наверное, вам не стоит переживать, а просто-напросто понять, вы остановились по какой причине. Вам это не надо, и вы через силу это делаете. Если так, то никакой пользы вы от этого не получите. Если вы осознанно это делаете, то почему вас выбило это из вашего развития, из вашей жизни? По сути, это ваша жизнь. Когда во внимании находитесь, вы живете. Когда не в внимании, вы не живете. Это надо понять, вы существуете. Потому что другой кто-то живет и вами управляет. Но опять же, не буду из того ролика что-то говорить. Получается, что если вы себя насилуете, то ничего хорошего, как я уже сказал, не получите. И лучше вообще этим делом не заниматься. Если же вы осмыслите, что произошло, это как раз и будет входить в программу вашего личного обучения. И опять же, ничего страшного не произойдет. Наоборот, вы получите опыт, вы осознаете то, что вас выбивает. А первый этап, самый главный, это понять, что не так. Обратите на это внимание. Ну и дальше я не буду развивать, потому что там уже рассказывается все в ролике. Просто еще раз подчеркну. Ничего страшного не произойдет, если вы осознанно это делаете и если вы осознаете, что происходит. Вы просто начинаете с момента остановки дальше двигаться. А вот если вы через силу делаете и неосознанно, вот тогда встает вопрос, а зачем вы вообще это делаете? Ну, примерно вот так. Продолжаем. Под этой же передачей, как управлять своей жизнью, практическое занятие, еще один комментарий. Если я неправильно прочитаю, извините, с английским у меня сложно. Экспертек СПБ. Алексей, здравия. Можно поподробнее и в примерах про первые 40 дней практики. К примеру, много времени занимают мысли бытового характера. Как и что оптимальнее организовать на работе, мысли по уюту дома, на даче, где и что отремонтировать в автомобиле, как спланировать тренировочную программу, упражнения и т.п. На каких мыслях и действиях стоит особенно акцентировать внимание? Ты как думаешь? Я тут могу сказать, что все-таки мы разные, и поэтому не может быть так, что всем одинаково. И тут, наверное, даже важно не на каких мыслях, а тебе сейчас эта мысль, она вообще тебе в пользу? Ты вообще собирался сейчас это делать? Или она от того, что ты собирался сейчас, тебе более важное что-то есть, а тебе пришла мысль, которая тебя вообще отвлекает от того, что тебе нужно сейчас сделать? Ну, грубо говоря, тебе нужно идти в магазин или в туалет, а у тебя почему-то возникла мысль сидеть в компьютере и в какой-нибудь соцсети переписываться. То есть все-таки надо каждому понять, а что тебе сейчас конкретно приносит пользу тебе, семье, обществу, державе. И вот исходя из этих штук и те мысли допускать, которые соотносятся с пользой и которые не соотносятся с пользой, то их стараться как-то отодвигать и замещать теми, которые соотносятся с твоей пользой. Мое мнение как-то так. Хорошо. Давай начнем с того, что хотя мы все разные, но есть общие какие-то направления в жизни и есть что-то вообще общее у любого человека. Общее вообще. Интересно прозвучало. Например, тело есть у человека? Есть. Он ходит по земле на чем? На ногах стоит или ходит на ногах? Или на голове крутится? Ну, конечно, на ногах. Руками он что-то берет? Берет. Поэтому есть определенные установки и правила, которые свойственны всем людям, независимо даже от национальности и пола. А вот дальше, внутреннее уже, оно может различаться. Так вот, для того, чтобы начать что-то делать осознанно, необходимо осознать, для чего вы это собираетесь делать. И самый хороший способ на начальном этапе – это приучить себя писать план. План на ближайшее будущее, на неделю вперед, на месяц и на год. Сядьте, напишите, главная цель, ну, условно, там, моей жизни. Такая-то, такая-то. Побочные цели моей жизни. Такие-то, такие-то. Дальше. Главная цель на этот год. Такая-то, такая-то. Побочные цели. Такие-то, такие-то. Главная цель на этот месяц. Такая-то. Ну и так далее, да? И в конечном итоге садитесь, у вас главная цель на жизнь остается, на год тоже, как правило, остается, на месяц уже может корректироваться каждый день, на неделю тоже может каким-то образом корректироваться, а уж на каждый день вы пишете план с изного. Но самое главное. Первое. Главная мысль должна быть одна. Вот ту мысль пишите, которую вы обязаны выполнить за этот срок. Не кому-то, не перед кем-то вы обязаны, а перед собой, перед своей жизнью. Перед самим собой, вот если вы есть, считайте, что это вам необходимо. Вот вы должны это сделать. Но опять же, чтобы сейчас тапочки не полетели в мою сторону, уточняю. Принцип перед собой строится на следующих устоях. Это полезно и выгодно мне. Это полезно моему роду. Это полезно общении, то есть обществу. Это полезно державе. И в обратную сторону. Державе, общение, обществу, мне, ну, роду и мне. Вот если ваша цель «да-да-да» дает ответы на все эти четыре пункта, значит цель верная. Если хотя бы один из пунктов неверный или нет, или под сомнением, передумайте. Значит, может быть цель какая-то такая, которая приведет к разрушению державы, общества, семьи и вас самого. Поэтому цель должна быть одна на день, на неделю, на месяц, на год, на жизнь. Естественно, что с взрослением это будет корректироваться. Побочных целей должно быть не более трех. Не более трех. Целей вспомогательных вы можете писать сколько угодно. Но только опять же по старшинству. И дальше, чтобы вам, когда вы начнете это делать, вы буквально там через неделю поймете, что занимаетесь она глупостью, записывая очень много целей. Вы начнете вычеркивать те цели, которые вам не нужны. То есть будете брать, это не нужно, не нужно, не нужно, не нужно. Тростепенно, тростепенно ничего это не даст. Это усовершенствование своего мыслительного процесса и понимание своих целей. И будут оставаться те самые четыре важные цели, самое главное и три вспомогательные. Далее. Как определиться, как там следить? Много времени занимает мысли бытового характера. Вот если вы понимаете, какая у вас цель, то в этом случае включается принцип бытовой магии. Вас ничто уже не будет отвлекать от этой цели. Так, по секрету говорю. Ничто вас уже не отвлечет. Вы будете контролировать каждый свой шаг, вы будете понимать цель, вы будете ее видеть, и никто и ничто вас отвлекать не будет. И тогда эта цель будет достигнута. Достигнув главной цели, вы ее отмечаете галочкой, подчеркиваете или там вычеркиваете ваше дело. Достигнуто. Те, которые не достигнуты, переносятся на следующий день, на следующий недель, на следующий месяц, на год, на всю жизнь. На всю жизнь в кавычках, да? Потому что вы в этой жизни несколько жизней не проживете. Ну, а вдруг, мало ли, может быть, вы не один круг жизни проживете. Может быть, не 144 лет, а может быть, намного больше. Вот таким образом. Далее. Примеры практически. Я знаю женщину, которой уже за 60 лет. И которая имеет стаж водительский около 40 лет. Но которая до сих пор не умеет задом парковаться. Не в смысле, сама задом не умеет ходить, а машину припарковывать не умеет. И все время она просит или кого-то припарковаться из рядом стоящих мужчин, и либо сама тыркается-пыркается, как это делают многие женщины, даже роликов огромное количество. Да и мужчины сейчас научились так же парковаться. Когда ролик где-то 5-10 минут, вот этот вот водитель, горе, туда-сюда, туда-сюда, вот так вот ездит, ездит, ездит. Там уже все охрана умирает, не может там что-то сделать. В конечном итоге кто-то выходит, помогает встать на место. Ну, в лучшем случае. А в худшем там машины какие-то соседние царапаются. Ну, так вот, 40 лет примерно она не умеет это делать. Я как-то ей сказал, говорю, слушай, ты потрать, пожалуйста, 2 часа своей жизни и просто научись. Вот давай рядом сядем с тобой, и я тебе покажу, как это делать. Как заезжать вот в это вот маленькое пространство, чтобы не задеть другие машины, чтобы с одного раза, ну, может, с двух припарковаться, чтобы не тратить кучу-кучу времени своей жизни на эту парковку. Ведь смотри, ты где-то 10 минут паркуешься или ищешь того, кто тебе поможет припарковаться. И это происходит у тебя довольно часто. Ну, несколько раз в неделю, поскольку ты часто ездишь. Вот посчитай, 10 минут здесь, 10 минут здесь, 10 минут. А теперь умножь на месяц, умножь на годы. Сколько ты теряешь впустую времени, тратя его на вот эти бесцельные глупые движения. Вместо того, чтобы потратить час на то, чтобы научиться. Ну, может быть, два. Чтобы научиться, это надо приобрести и так далее. Или я знаю тоже людей, и женщин, и мужчин, которые при помощи мышки постоянно пытаются что-то делать, не используя клавиатуру. Я стою над ними, поскольку я компьютерщик, я просто стою, и у меня внутри все клокочет. Я не могу на это смотреть. Как долго они делают эти операции? Я говорю, а почему вы не спортили клавиатуру? Или почему вы не нажали сюда? Почему вы не сделали вот это? А мы не умеем. Я говорю, давайте посчитаем, сколько времени вы тратите на вот эти пустые двигания мышки. Ну, вот, для того, чтобы вам выделить это, нажать там удалить, подтвердить и так далее, и так далее. Я за это время, как вы удаляете один файл, я удалю десяток файлов. А может быть, всю директорию сразу. А может быть, вообще весь диск, если я умею это делать. И это я сделаю быстро, я это сделаю качественно. Или создать какой-то файл, или скопировать его, перенести в другое место. И так далее, и так подобное. Или что-то в тексте изменить. Я сделаю намного быстрее. Вот вы сделали один, какую-то одну операцию, а я за это время сделаю десять операций. Не из-за того, что я умнее вас, а из-за того, что я задал свое время вопросом, а как быстрее работать с компьютером? Ну, я не знаю, примеры жизни рассказать. Когда-то, давным-давно, когда компьютеры были только-только в новинку, мне пришлось для того, чтобы взаимодействовать с компьютером, устроиться охранником на одну фирму, где были компьютеры. И вместо того, чтобы играть в тетрисы и прочие-прочие игрушки, которые в те времена были, компьютеры были дохленькие, варкрафтов и прочих танчиков не было, интернет был тоже под вопросом, что это такое. Я, приходя, я работал в других местах, у меня была семья, там, ребенок молоденький, маленький совсем. Так вот, отработав в другом месте, я приходил на эту фирму, закрывался, мне давали оружие, и я его клал на стол, чтобы оно было себя под рукой, но занимался тем, что осваивал компьютер. То есть, я попросил компьютерщика, помогите мне освоить компьютер, вот дайте мне какой-то компьютер, который мне нужен, самый дохлый, чтобы я мог... Они сказали, вот есть компьютер специально для охранников, где они играют в тетрис. Я говорю, тетрис меня не интересует, я хочу научиться работать. Я стал изучать программы. Через полгода у меня появилась программа, которая в те времена была вообще удивительно, уникальна. Тогда 1С только-только начинал появляться, Парус только-только начинал появляться, и другие программы, которые там со складами связаны, с бухгалтерией, только-только их начали разрабатывать. Я разработал алгоритм свой, который понравился многим другим, и благодаря этому, в принципе, третья версия программы была очень известна, и за ней ходили, лазили, пытались скопировать, но я хитро поставил защиту. Тогда были диски такие, большие диски, на них это все хранилось. Но, во всяком случае, не теряя время, я изучил и работу компьютера, изучил и работу базы данных, изучил работу программы, алгоритм написал и так далее, и буквально за полгода у меня появилась программа. Через год у меня была шлифованная программа, которая потом послужила, брали этот алгоритм, те, кто со мной общался, брали другие программы и вставляли. Это не похвальба себе, это просто разговор о том, что время просто так не терялось. Была поставлена цель, и я к ней шел. А в тот момент, когда у меня не было компьютера, и когда, например, я ехал, а мне приходилось тратить примерно час на транспорте, чтобы добраться до дома, до этого места, я читал книгу, например, «Как правильно управлять компьютером». Вот эти самые горячие клавиши использовать, таблицы Excel, Word, в те времена, что там были самые простые программы и прочее, прочее, прочее. То есть, вот эту всю базу я читал в транспорте. И когда я приезжал на работу, я уже знал, что я буду делать. То есть, упорядоченная мыслительная деятельность позволяет использовать каждую секунду и минуту для того, чтобы вы взращивались. А вот те охранники, которые там работали, они тогда остались, в общем-то, охранниками и не более того. И причем не очень хорошими охранниками, по которому казалось. То есть, они не упорядочили свое пространство, они не упорядочили мыслительный процесс. Они ничего не добились, кроме этого, что они остались охранниками. Опять же, я не хвалю себя. Я рассказываю, пример раз тут была просьба практически что-то рассказать, вот я об этом рассказываю. Все зависит от вас. Поставленная цель, желание, воля, ну и все. И дальше вы уже становитесь человеком, вы сами лепитесь себя человеком, и никто другой за вас это не сделает. Ну вот примерно так. Если что-то еще надо дополнить, пожалуйста, ты мне укажи, я дополню. Если нет, то идем дальше. Если ты еще дополнишь, это еще будет столько же времени, а ты можешь и дольше дополнять. Поэтому давай все-таки сейчас мы закруглимся. Еще раз обращаюсь к тем, кто нас слышит, кто нас видит. Пожалуйста, нам важно ваше мнение, поэтому пишите свои комментарии, отзывы, пояснения, подсказки, нам какие-то вопросы, новые грани. И пишите, пожалуйста, на наших официальных ресурсах. Это наш сайт Народного Славянского Радио, slavradio.org. И у нас есть страница официальная на канале YouTube, youtube.com.slashslavradio. Будем ждать ваших комментариев, ваших вопросов. И вместе давайте сделаем мир лучше. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным и тебе, Алексей, за эту беседу. Благодарю тебе за то, что поднимаешь такие интересные вопросы. Я еще хочу дополнить кое-что к сказанному тобой. Не просто пишите, а пишите осознанно. Народное славянское радио – это не кухня в коммунальной квартире или в общаге, где полураздетые хамоватые граждане друг друга ругают, что-то такое там высказывают, в кого-то чем-то кидаются. Все-таки здесь общество, которое начинает осмысливать себя. Здесь люди, которые понимают или хотя бы пытаются понять, кто они и для чего они. Вот это учитывайте, пожалуйста, прежде чем что-либо написать. Потому что хамские высказывания глупые высказывания. Мы просто будем банить от тех авторов, которые их допускают, отправлять в баню. Вам, видимо, надо там попариться, помыться. А вот здравомыслящих людей, даже не согласных с нашей точки зрения, имеющих свою точку зрения, мы всегда приветствовали и будем приветствовать. Потому что через здравомыслие мы придем к тому мироукладу, который нам свойственен. Вот на этом я с вами прощаюсь. Желаю всего самого доброго всем. Напоминаю, вы слушаете Народное славянское радио. С вами были Алексей Орлов и Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова